За последние несколько лет число крестьянских угодий в Жесказганском регионе увеличили на 10%. В далеко не аграрном крае фермеры проявляют чудеса изобретательности. Бурят скважины, производят машины для производства кумыса. Подробнее об этом Марина Золотарева. Благодаря этому изобретению кумыс можно приготовить за 20 минут. К слову, традиционный способ предполагает до тысячи взбиваний вручную. По программе «Кулан» Марат Бекмагомбетов приобрел 140 лошадей. Пока здесь дует только 18 кобылиц, однако планируют увеличить поголовье вдвое. Пока 40-50 литров молока в день надаиваем. Клиентов очень много. Если увеличим поголовье, то будем продавать молоко и в другие регионы. Из козьего молока, которое очень полезно, мы делаем курт и творог. Талгат Бердинов создал крестьянское хозяйство 4 года назад. За это время стал настоящим универсалом. Сеет, разводит животных, теперь решил выращивать овощи. Для этого уже пробурил скважину. По программе «Сыбага» фермер приобрел почти 200 голов скота. В том году посадил 200 гектаров житняка. В этом году мы тоже планируем распахать 200 гектаров земли. И тоже кормовую базу хотим увеличить. Потому что как у меня направление идет, молочное направление. И для КРС обязательно должна быть кормовая база. Сейчас в Жасказганском регионе 235 крестьянских хозяйств. Общая численность скота в промышленном крае 34 тысячи голов. Только за первый квартал текущего года аграрии произвели продукцию почти на 230 миллионов тенге. Марина Золотарева, Василий Савкин, Света Саинов, Карганинская область, 24КИЗ.